Всем привет! С вами снова Наталья Токарева. В этом видео расскажу, что я привезла из Таиланда. Возможно, получится вдохновить и подкинуть вам пару идей. Скажу сразу, я не люблю всякие там статуэточки, сувенирчики и прочие пылесборники. Я за то, чтобы привозить практичные вещи, которые будут долгое время служить и напоминать о поездке. Либо люблю привозить что-то, что можно будет потом съесть. Многие привозят из Таиланда свежие фрукты. Но меня на моем пути из Пхукета в Москву ждала долгая пересадка в Дохе, поэтому я слабо себе представляла, как я буду ходить с тяжеленной корзинкой по аэропорту 14 часов. Поэтому я стала присматриваться к сухофруктам, а в частности к манго. На рынках и супермаркетах самое дешевое, что я находила, если мне не изменяет память, 200 грамм упаковочка где-то за 250 бат. То есть получается дороже, чем у нас, но одна надежда, что манго будет вкуснее, свежее, качественнее. Потом я нашла очень хорошее предложение на местном сайте Лазада. Это нечто среднее между Алиэкспрессом и Азоном. Пересмотрела много-много продавцов, отзывов и в итоге заказала 6 килограмм манго. И не прогадала. Очень вкусно, качественно, по хорошей цене и главное легко перевозить. Я просто положила мешочки манго в чемодан и сдала его в багаж. И все. Все мои родные были в восторге от этого гостинца. И самое главное, что сушеный манго это очень долгоиграющая вещь. Думаю, многие меня сейчас поймут. И я долгое время мечтала побывать в ресторане Мишлен. И свершилось именно в Бангкоке в один из наших вечеров. Мы с мужем зашли в ресторан Плу. Заказали три курса. И что бы вы подумали? Больше всего мне понравился чай. Чай из розы. У него такой благородный аромат, маслянистый вкус. И это не какой-то там чай из шиповника, как у нас. Увы, в ресторане в наличии для покупки с собой были все сорта, кроме этого. Поэтому я задалась целью найти чай из розы. И оказалось, что в Таиланде достаточно скудный выбор чаев. Но чай из розы есть во многих супермаркетах. Он немножечко отличается от того, что мы пробовали в ресторане. Но он весьма хорош. Рекомендую. И последнее. Если вы еще не видели мое видео про самозаваривающийся доширак, то обязательно посмотрите и приобретите его в качестве очень необычного гостинца. Там же на Лазаде я заказала рыбий жир, акули, хрящ. Что порадовало. На сайте большой ассортимент как производителей, так и дозировок. Есть из чего выбрать. И самое приятное, что цены намного ниже, чем в среднестатистической аптеке в туристическом районе. Как вы понимаете, на Лазаде можно заказать практически все по самым лучшим ценам. И у вас, наверное, только один вопрос. Как это сделать? Переходите, смотрите видео с инструкцией. А все ссылки на товары, которые я приобретала, оставляю в описании. По моему скромному мнению, Таиланд не самая лучшая страна для шопинга. Особенно, если отличаешься по типу фигуры от миниатюрных тайцев. Иногда прихожу в магазин, смотрю, вроде бы мой размер, все подходит. Надеваю, а оно сидит как-то вообще неудобно. Там рукава какие-то, либо линия талии выше или ниже. То есть эта одежда шита по другим лекалам. И на нас она зачастую очень плохо сидит. Поэтому на помощь приходит стандартный перечень европейских брендов, которые можно найти в торговых комплексах. И я совсем не ожидала встретить свое идеальное маленькое черное платье в магазинчике в старом городе Пхукета. Его ассортимент состоял практически только из таких платьев, такого кроя, но в разных цветах. Плюс было немного парных платьев веселенькой расцветки для мам и дочек разного возраста. Что порадовало, так это материалы. Это лен и стопроцентный хлопок. Ну и опять же цена. Там же в старом городе Пхукета я зашла в маленький магазинчик с сумками ручной работы. Называется этот магазин Bangkok Basket. Меня очень порадовала сумка с надписью «Мама Африкана», сделанная из мешка. Также в магазине находится мастерская, где умелицы шьют новые сумки. Некоторые из них, конечно, на любителя, но есть и достаточно стильные варианты. В итоге я взяла себе шоппер с крокодилами и до сих пор мечтаю вернуться за заветной «Мама Африкана». Я уже показывала видео со взором из супермаркета. Там все эти прелестные маленькие упаковочки. Я изрядно закупилась всякими BB, CC, DD кремами, тенями жидкими, помадами. Все это разошлось на ура в качестве сувениров подружкам. Там же в супермаркете можно купить таски-бестселлер «Пудру Понс». Ее любят даже те, кто обычно пудры не любит, например, я. Там же я взяла невероятную пудру для волос. К сожалению, в России я ее не нашла. Но она подойдет девушкам, у которых не хватает объема, у кого такие тонкие волосы. А также она незаменима на второй день после мытья головы, когда волосы чуть-чуть поджирнились. В отличие от пудры с добавлением воска, она не утяжеляет волосы. Она, наоборот, как-то так ухаживает, потому что в этой пудре есть органовое масло. И я не стала покупать всеми любимые тайские круглые розовые зубные пасты, а взяла зубной порошок с интригующим названием «Супер Порн». Столько комплиментов касательно моей улыбки я не получала никогда. Да и я сама вижу, что зубы стали белее. Одно-но. У этого порошка отвратительнейший запах и отвратительный солоноватый вкус. Но я уже к нему привыкла. И я купила себе мыло Атакна для умывания. Использую его не на постоянке, а когда нужно подсушить какие-то воспаления, точно умываюсь в этих местах. Если же вы хотите приобрести уходовую косметику, то рекомендую пойти в магазин «Бутс». Там хороший ассортимент и приятные цены. Еще я очень люблю привозить домой всякие местные бытовые мелочи. Например, чашку, либо тарелку с каким-то красивым местным узором. В Таиланде мне понравились их маленькие полотенца для рук на крючочке. Плетеные из соломы веера, которые можно также использовать как элемент декора, повесить на стену, либо поставить в вазу вместе с какой-то цветочной композицией. Все это можно купить в туристических магазинах, но мы находили маленькие хозяйственные магазинчики для местных. Там же мы купили блокнотики, ручки, тетрадки, карандаши для ребенка. Цены до неприличия низкие. Я знаю всего два таких магазина на Пхукете. Один на Кате, но не около океана, а на улице, которая повыше идет, ближе к горам. И второе на Челон. Я оставлю ссылки на локации в описании, а если вам попадались подобные магазины, то обязательно пишите в комментариях. В связи с тем, что в России фирменной техники стало мало, популярность покупки телефонов, компьютеров в Таиланде набирает обороты. Ссылки на сетевые магазины техники я оставила в описании, поэтому проверяйте условия покупки и цены самостоятельно. Единственное, хочу поднять два вопроса. Почему в некоторых магазинах на смартфоны стоят две цены и как оформить такс-фри? Итак, многие бренды смартфонов, в том числе айфоны, самсунги, имеют партнерские программы с операторами связи. При покупке телефона и оплаты связи, скажем, на год, дается существенная скидка на приобретение телефона. Но по этой акции смартфон могут покупать только граждане Таиланда, либо иностранцы с долгосрочными визами, учебные и рабочие. Причем телефон не залочен, как это бывает с айфонами от операторов США. Его можно привезти в Россию и использовать с нашей сим-картой. Также в крупных магазинах можно оформить такс-фри, тогда часть НДС вам вернут при выезде из страны. Для оформления такс-фри нужно самому проявить инициативу, предоставить паспорт, либо его фотографию. Далее, когда приедете в аэропорт, зарегистрируетесь на рейс, отдадите багаж. Вот в этом же зале, где стойки регистрации, где-то в уголочке будет таможенная стойка. Нужно подойти туда с документами, с бумагами, которые дали в магазине, со своим паспортом. В случае со смартфоном сотрудник будет сверять e-mail устройства с e-mail, указанным в документах. Поэтому ни в коем случае не кладите эти покупки в багаж, иначе не получите вычет. После этого вы пойдете на секьюрити-контроль, где у вас проверят вашу ручную кладь. Пройдете к пограничникам, где вам поставят штамп в паспорт. И по указателям надо найти место tax refund, возврата налогов. Там могут быть очереди, поэтому лучше закладывать время. Суммы компенсации фиксированы, вам предложат забрать либо в батах, либо в долларах. Пусть ваша фантазия ни в чем вас не ограничивает, но не стоит забывать, что из Таиланда можно вывозить не все. Что касается фруктов. Сам Таиланд разрешает вывозить все, но ограничения ставят конкретные авиалинии. Поэтому проверяйте сайт вашей авиакомпании на ограничения по перевозу фруктов. Скорее всего, ваши авиалинии запретят вывозить помимо дуриана, дурнопахнущего, еще и арбуз и кокос из-за возможности их взрыва. А правительство Таиланда запрещает вывозить ракушки, кораллы, но необработанные. То есть то, что вы сами нашли. Если вы что-то такое купите в качестве сувенира в магазине, то это нормально. Но и не забываем, что то, что легализовано в Таиланде, легализовано только в Таиланде. Это привозить в Россию не нужно. Самое классное, что можно привезти из Таиланда, это ваши добрые воспоминания, впечатления, фотографии. Поэтому наслаждайтесь каждым днем, ездите по разным местам, пробуйте новое. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, ставите лайки. Я реально по сто раз на дню захожу, проверяю свой аккаунт на ютубе, радуюсь новым подписчикам, отвечаю на все-все-все комментарии. Спасибо, что вы со мной. Пока-пока!